Здравствуйте! Сегодня мы вас приветствуем в Сенах Центральной Универсальной Научной Библиотеки. Тема нашей сегодняшнего рассказа «Исторического часа. Руководитель комсомола». Нужно сказать, что этой осенью отмечается целый ряд круглых дат, связанных с историей комсомольской организации. Так, в сентябре этого года отмечали 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской, комсомолки, героя Советского Союза, погибшей в годы Великой Отечественной войны. 29 октября будет 105 лет с того момента, как состоялся первый всероссийский съезд комсомольских организаций. Дата 29 октября 1918 года считается днем рождения комсомола. Ну и наконец, сейчас мы подходим к еще одной дате. 14 ноября отмечается 120 лет со дня рождения Александра Васильевича Косарева, который был у нас руководителем комсомола в период с 1929 по 1938 год. О судьбе Косарева и вообще о советском комсомоле 20-30-х годов сегодня пойдет речь. При подготовке данного исторического часа у нас используется литература, традиционная из фондов нашей библиотеки. Сегодня мы взяли книги из серии «Жизнь замечательных людей». Первая вот такая книга – это коллективный сборник, у нас мы к нему будем обращаться. Он называется «Вожаки комсомола» в серии «Жизнь замечательных людей» сборник. Он издавался в 1974 году. Есть издание «Москва. Молодая гвардия». Ну и тут нужен интересный такой момент, вот если посмотреть на эту книгу, то видно, что цена ее была 99 копеек. То есть советский человек в 1974 году мог приобрести, имея в кармане рубль, мог приобрести такую книгу за деньги с 99 копеек. И еще бы у него оставалась одна копейка, где, скажем, можно было приобрести газету «Пионерская правда», так сказать, и так вот культурно-политически просветиться. Ну и, значит, также у нас есть книга, которая посвящена уже непосредственно самому Косареву. Она вышла у нас, вот данная книга, Николай Владимирович Трущенко, который был, соответственно, лектором, готовил целое поколение комсомольцев. И тоже всю жизнь посещал себя комсомольской работе. Он был участником Великой Отечественной войны. И вот он написал книгу биографическую про Александра Васильевича Косарева «Москва. Молодая гвардия. 1988 год». Это такая из всех известных наиболее подробная обстоятельная биография Косарева. Ну и в качестве рецензента здесь был доктор исторических наук Десятирик. А кроме того, соответственно, вдова Косарева Мария Викторовна Нанишвили, его дочь Елена Александровна Косарева, которая поделилась воспоминаниями, комсомольский работник Пикина, который, соответственно, также пострадал с Косаревым в конце 30-х годов, но оставил мемуары, сохранил определенный архивный материал, связанный с Косаревым. Вот так, с миру по нитке собрав весь этот материал, что называется, получилась очень такая вот приличная биография, основанная на архивных документах. Здесь фото документ активно используется. Здесь вот идет такая биография. Ну и, конечно, здесь автор много пишет об истории советского комсомола. Ну и теперь мы переходим к рассказу, собственно, о самом Косареве. Надо сказать, что, да, во-первых, конечно, жизнь и биография Косарева теснейшим образом связаны с комсомолом. Вот такой вот у нас небольшой такой вот ряд, фоторяд, собранный к 100-летию комсомола, который отмечали 5 лет назад. И в свое время у нас в стенах нашей библиотеки в 2018 году проходила целая серия мероприятий, посвященных 100-летию комсомолой. Рассказывали мы тогда и о комсомольских выжаках, и о Косареве, естественно, как о наиболее ярком представителе комсомола. Ну и, соответственно, значит, нужно сказать, во-первых, обращаясь, вот здесь у нас листок газеты «Московский комсомолец», 17-1629 год, и вот что интересно, что, в общем-то, во-первых, Косарев родился в Москве, и при этом, нужно сказать, что деятельность его в основном была связана и именно с московским комсомолом, чаще всего, и с ним упоминается, поэтому вот такую мы иллюстрацию здесь используем. Родился он, значит, по новому стилю 14 ноября 1903 года, окончил он 4 класса церковно-приходской школы, ну и с 1914 года, как сообщается, был ему всего 10 лет, имея за плечами 4 класса церковно-приходской школы, отправился он работать на трикотажных машинах фабрики Рихард Симон и компания. Ну, сообщается также, что и родители Косарева там работали, вообще несколько поколений семьи Косарева работал на этой фабрике. Осенью 1917 года вступил в Союз рабочей и молодежи Третий интернационал, ну и, соответственно, в ноябре 1918 года, значит, сразу после этого комсомольского съезда, Косарев вступает в ряды комсомола в 15-летнем возрасте, и, соответственно, в 1919 году, в 16 лет, он уже был членом РКПБ, Российско-Коммунистической партии большевиков. Ну и, соответственно, о деятельности Косарева в годы гражданской войны известно, что по большей части находился он в Петрограде, где заведовал политическими курсами в Центральной комсомольской школе, которая находилась в Петрограде, а также сообщается, что участвовал он в 1919 году в обороне Петрограда. Ну, а в марте 1621 года Косарев стал инструктором Василия Островского райкома РКСМ, то есть находился он в Петрограде, а затем, соответственно, по просьбе в конце 1621 года переводится на работу в Москву, где работает в Баумановском райкоме комсомола. Ну и, соответственно, также есть определенные воспитания, например, его матери, которая говорила, что однажды вернувшись, поскольку вернулся он, значит, своим опять же родителям, жившим в Москве. И, соответственно, мать рассказывает, что вернувшись, он отказался столоваться дома, сказав, что живут они коммунной, и, соответственно, где все у них было общее, и столовались комсомольцы все вместе. На удивление матери он сказал, понимать надо, к коммунизму идем. Ну и Косарев довольно быстро делал карьеру в комсомольских организациях. В 1922-1923 годах он уже возглавил Баумановский райком, и в 1924 году был делегатом 13-го съезда партии. Ну и затем, соответственно, была командировка почти два года, с 1924, с начала 1924 до конца 1925 года, Косарев был в Пензе, где возглавлял губернский комитет комсомола. Но уже в начале 1926 года он работает в Центральном комитете в ЛКСМ, а, соответственно, в марте 1929 года избирается первым секретарем в ЛКСМ. Ну, кстати, как объяснить столь быстрый стремительный карьерный взлет Косарева в комсомольских организациях? Объясняется все это в значительной степени тем, что в этот момент шла в 1920-е годы весьма серьезная натрепартийная борьба, в которой были втянуты комсомольские организации. Надо сказать, что в комсомольских организациях было немало троцкистов, сторонников Троцкого. Поскольку Троцкий для многих представителей молодежи был кумиром, он был героем гражданской войны, организатором и героем революции 1917 года, и очень многие его поддерживали. В то же время в комсомоле наметилось и крыло сторонников Сталина, которое противостоял Троцкому, и именно к этому крылу сторонников Сталина и примкнул Косарев. Ну и поскольку во внутрепартийной борьбе победили к концу 1920-х годов Сталина и его сторонники, то, соответственно, и те, кто поддерживал Сталина, непосредственно довольно быстро выдвигались на руководящие посты. В том числе, в их числе оказался и Косарев. Надо сказать, что Косарев работал весьма и весьма активно, то есть зарекомендовал себя как такой настоящий комсомольский вожак. Соответственно, участвовал он в работе и уже в 1929 году едет на антиимпериалистический конгресс молодежи в Германии. Затем в 1933 году возглавляет делегацию советской молодежи на антивоенном конгрессе в Париже. Избирается в Международный комитет борьбы против фашизма и войны. Награжден он был также орденом Ленина в 1933 год. Введен в состав Центрального комитета партии. Регулярно участвовал в работе съездов партии. И, соответственно, в 1934 году выезжал в Ленинград, где проводилось расследование убийства Кирова, то есть где были в основном люди из верхушки партийного парада, в числе них и был и Косарев. В 1935 году Косарев в Париже участвует в Международной конференции молодежи за мир, свободу и прогресс. В 1936 году выезжает на Всемирный конгресс молодежи в Женеву. Был депутатом Верховного совета рядом с Озывом. То есть, в общем, он очень активно себя проявлял. Ну и нужно сказать, что вообще комсомол проводил очень широкую работу под руководством Косарева. Это была и культурная массовая работа, и пропагандистская работа, и очень большая работа по созданию комсомольских организаций по всей территории СССР и увлеченности молодежи в состав комсомола. Комсомол много работал в рядах вооруженных сил, в армии, на флоте, куда неоднократно выезжал тот же Косарев. Вообще, Косарев проводил такую очень активную деятельность. Он очень много ездил по стране, выступал, встречался, организовывал. Ну и, соответственно, по книге Трущенко, он там пишет, что комса его просто боготворила. То есть, человек такой, понимаете, активный, деятельный, опять же, вступивший в комсомол с истоков. Опять же, парень из такой вот простой рабочей семьи, что хорошо, значит, для биографии. Ну и плюс, человек очень требовательный к самому себе, требовательный к подчиненным. И, в общем, он пользовался действительно таким большим авторитетом в ряду комсомольцев. И был для них, в общем, в свое время, в 30-е годы, неким таким вот настоящим героем и кумиром, конечно. Ну и у Косарева вот есть, например, иллюстрация, где он находится с товарищем по работе. Но, опять же, по воспоминаниям потом тех, кто с ним работал, сообщается, что в общении Косарев человеком был достаточно простым. В нем не было какой-то там чванства, надменности. Общался он по-простому, но при этом был весьма строг и требовательным именно к тому, что касается работе. В быту отличался он очень личной такой скромностью, что было, в общем, свойственно для очень многих комсомольских и партийных работников того времени. И плюс, конечно, он был человеком, прекрасным оратором, человеком, отличавшимся очень хорошими такими вот организаторскими способностями. Ну и, соответственно, были даже определенные лозунги Косарева. Трудиться производительно, отдыхать культурно. В общем, тут нужно сказать, что по мнению ряда историков, где-то если брать период 1337-38 годов, вообще период 30-х годов, то по популярности после Сталина, вероятнее всего, Косарев был вторым человеком в стране, о нем много писали. И своего рода говорят, что был, да, некоторым образом создался определенный культ личности самого Косарева, потому что о нем очень много писали газеты, рассказывал радио. В общем, он был таким, в общем, весьма популярным персонажем. Ну и дальше мы переходим, соответственно, к истории того, как Косарев стал жертвой политических репрессий. Ну и здесь вообще чаще всего упоминают Ольгу Петровну Мишакову, который, например, в книге Трущенко, он называет ее патентованной эфиристкой, которая, соответственно, писала доносы на комсомольских работников о многом из каких-то своих личных соображений. А вероятнее всего, Мишаков обращалась в органы НКВД, обращалась в партийные органы с определенными, так сказать, негативными писем с критикой Косарева. Говорили, что он проявляет беспечность, недостаточно выявляет врагов народа, как в то время говорилось. И вообще, так сказать, ему свойственны некоторые не марксистские, не ленинские стилируководства. Ну, все как было в то время. Но тут нужно сказать, что в августе 1937 года состоялся пленум ЦК ВКПБ, конкретно на котором была острая критика Центрального комитета комсомола, где говорилось, правда, персонально Косарев не назывался, но говорилось, что Центральный комитет комсомола проявил нетерпимую беспечность и проглядел методы подрывной работы врагов народа. Вот. И тут, значит, были письма Мишарковой, которые изначально органы то, так сказать, клали в стол, не давали им хода, но потом, соответственно, ход им дали. Началась острая критика Косарева. Началась его критика на каких-то партийных пленумах. Надо сказать, что Косарев неоднократно присутствовал на тех заседаниях, где его критиковали. Какую-либо вину свою он отрицал, хотя и признавал ряд ошибок. А потом дело в том, что если брать, например, тему Косарева репрессий, то Косарев, вероятнее всего, как все, кто входил в руководящее ядро страны, конечно, эти репрессии поддержал в целом. Конечно, он против них не выступал, он действительно собранник, говорил, что надо являть врагов народа и так далее, и так далее. Но при этом Косарев отстаивал своих комсомольских работников и очень часто говорил на тему того, что многие работники Центрального комитета комсомола, которые были сняты с своих должностей, арестованы, подвергаются уголовному преследованию, они невиновны, что они стали жертвами оговоров, и что органы не могут с этим компетентно разобраться. Косарев выступал в защиту, опять же, на том могло быть две причины. Он мог ценить этих людей, искренне в них верить, а, возможно, тут была проблема и личной безопасности Косарева, поскольку он не мог не понимать в тех условиях, что если в его руководстве было много разного рода вредителей, врагов народа, это в любом случае бросало тень и на него самого. Поэтому тут разные могут быть вопросы. Но, тем не менее, состоялся пленум ЦК ВЛКСМ, седьмой пленум, который проходил с 19 по 22 ноября 1938 года. На нем деятельность Косарева была подвергнута резкой критике. Сам он был снят с должности, хотя в течение еще нескольких дней он оставался, соответственно, членом Центрального комитета партии, депутатом Верховного совета. Ну вот, 28 ноября 1938 года Косарев был арестован. Сообщается, что арестован он вместе с своей женой был лично Берий. Ну, также есть такая версия, что, возможно, у Лаврентия Павловича Берии была какая-то личная неприязнь Косарева. По крайней мере, Трущенко эту тему продвигает в своей книге, что Берий зацепился за эту возможность и, соответственно, провел арест. Хотя, тут нужно еще сказать такой факт, говоря, конечно, о роли, скажем, Мишаковой или о роли Берия, тут нужно еще сказать такой момент, что, конечно, арест и суд над человеком Даниленко Косарев, руководителем комсомола и членом ЦК партии, был невозможен без разрешения лично Сталина. То есть, без его согласия никто бы это не сделал. Трущенко, опять же, в своей книге пишет на тему того, что Косарев потерял в известной степени доверие Сталина, Сталин в нем разочаровался, как в руководителе, и это тоже, в общем, было такой вот одной из причин. Почему, соответственно, Сталин решил расправиться с Косаревым, конкретно, если говорить об этом деле, Косарев был все время сталинистом, он не был, конечно, никогда оппозиционером, и в целом какой-то противовеса Сталину ям не мог составить. Возможно, Сталин посчитал, что путь личности Косарева зашел слишком далеко, что слишком много уже в его словословии адреса, и это может пошатнуть культ личности самого лично Сталина. А, собственно, по мнению Сталина, в СССР мог быть культ личности только одного человека, то есть самого Сталина. По многому, кстати, полагают, что в силу этого после Косарева жертвой репрессий стал Николай Иванович Ежов, руководитель Народного комиссариата внутренних дел, который в это время был уже снят с должности. Поскольку, опять же, слишком много словословий, слишком много хвалебных речей уже было в адрес Ежова, и его культ уже начинал соперничать также с культом личности Сталина, поэтому, возможно, не желая этого допустить, Сталин расправился сначала с Косарем, а затем, соответственно, и с Ежовым. Но это вот такие мнения, которые высказывают историки. Соответственно, состоялся судебный процесс, он был достаточно скоротечный, и на следствие Косарев никаких показаний против себя и товарищей не дал, он отставил до последнего свою невиновность. Впрочем, это ему не помогло, поскольку судебный процесс, который состоялся 23 февраля 1339 года, в день Красной Армии, вынес обвинительный приговор Косарева, он был приговорен к расстрелу и в этот же день расстрелян, как сообщается, 23 февраля 1339 года. Оценки Косарева были разные, в основном последствия после реабилитации Косарева в 1950-е годы. О нем писали в положительном ключе. Но если говорить о негативных оценках, я нашел ее у Льва Троцкого, который в 1939 году, находясь как раз в эмиграции, в своей статье, посвященной Сталину, написал о Косареве, то есть, зная уже о его расстреле, что Косарев был морально разложившимся субъектом, злоупотреблявшим в личных интересах служебным положением, и назвал его ярким представителем золотой молодежи русского терминора. Впрочем, мнение Троцкого, конечно, также субъективно, поскольку, естественно, он не писал хорошо ни о Сталине, ни о сталинистах, сторонниках Сталиной и так далее. Но вот такая, например, есть момент, связанный с негативной оценкой. Тем не менее, после реабилитации, о Косареве стали писать различного рода книги, исследования, и осталась определенная память. Например, центр творчества, например, в Москве, который существует современный, носит имя Александра Васильевича Косарева. Целый ряд улиц, у нас в Туеванове есть ряд улиц Косарева, и в ряде городов есть. Есть, соответственно, фрагмент улицы Косарева в городе Томск. Кстати, именем Александра Косарева назван рыболовный траулер, который, соответственно, у нас работает в Тихом океане. О нем есть определенные репортажи. Ну и также появляется он в ряде фильмов. Так, небольшую роль Косарева, такую эпизодическую в фильме «Звезда эпохи» сыграл актер Роман Индек. Ну а несколько более полных Косарев появляется в сериале про Фурцеву, где рассказывается о комсомольской работе на чеклении Ксеона Фурцева. И там же появляется, соответственно, Косарев как один из персонажей. В этом сериале, смотрите, есть сцена его ареста, соответственно, и показана история встречи его со Сталином, как он был репрессирован. То есть все это в этом фильме можно увидеть. Ну и, соответственно, есть определенные книги. Вот, например, упоминается в книгах о советских комсомольцах и о деятелях культуры, написал книгу 2019 год, Петр Кайзер, и следом занимается громом аплодисментов, где он, кстати, пишет о Косареве. Он пишет, что культ Косарева был наряду с культом наркома Ежова и Сталина, одним из самых популярных в СССР. И, конечно, Сталин не мог с этим мириться. Ну и, соответственно, реабилитация Косарева случилась уже в 1954 году. Его жена Мария Викторовна Нанишвили была приговорена к 10 годам из правительных трудовых лагерей. Умерла она в 1993 году. А его дочь Елена была арестована в 1947 году и отправлена в ссылку на Урал. И, соответственно, полностью реабилитирована она, как и ее отец, в 1954 году. И вдова Косарева также полностью реабилитирована в 1954 году. Ну и вот интересно, да, кстати, если говорить по поводу репрессий, Косарев вообще комсомольцев, как об этом писали в книгах. Вот возвращаясь к той же книге «Выжаки комсомола». Дело в том, что здесь есть семь биографий. Книга выходит в 1974 году. Нужно сказать, что на тему репрессий писали довольно много в годах хрущевской оттепели. Скажем, в конце 50-х, в начале 60-х там писали репрессированных, об их судьбах, о культе личности. К середине 70-х годов от этого уже потихоньку отошли. Тема репрессий как-то не поднималась. И, соответственно, здесь есть биографии семьи комсомольских деятелей. Но, что касается четырех из них, здесь вопросов не возникало. Это, например, Лиза Пылаева, Борис Дзнеладзе, или, скажем, Гани Мурадбаев. Они умерли молодыми от болезни в 20-е годы. Или, например, Александр Байченко, который умер, опять же, заболев уже в не очень молодом возрасте в 50-е годы. То есть тут как-то вопросов не возникал. Есть официальная там дата смерти. А вот, что касается, здесь есть ведь в этой книге три комсомольских лидера. Рафаэль Хитаров, Николай Чаплин и Александр Косарев, которые стали жертвами репрессий. И были расстреляны. Так вот, в книге 1774-го об этом не говорится вообще ничего. Там просто говорится, что вот молодыми ушли из жизни в таком-то году. Там, 37-м, 38-м, 39-м году. Причина смерти не указана. То есть это обходит стороной. Хотя тут есть интересный момент. Например, вот если говорить об истории вообще комсомола, что автором статьи о Николае Чаплине является Александр Николаевич Мельчаков, который тоже был одним из первых секретарей комсомола. Нужно сказать, что из семи первых руководителей комсомола, шесть были расстреляны как враги народа, иностранные шпионы. Александр Мельчаков уцелел. Он не был расстрелян. Он получил срок и 16 лет провел в исправительных трудовых лагерях. Был вышел оттуда в 1954 году и был реабилитирован. Ну вот Мельчаков в основном занимался тем, после выхода из лагеря, что писал для журнала «Юмности», для различных изданий статьи о советских комсомольцах. Но если в конце 50-х, начале 60-х Мельчаков еще писал, что да, такой-то комсомольский деятель стал жертвой необоснованных репрессий, то затем об этом отошли. И в данном случае уже в этом очерке Мельчакова об этом ничего не упоминается. Ну а тут же так есть очерк Татьяны Меренковой об Александре Косареве, где она просто пишет, что 1938 год стал последним годом жизни Косарева. Ну на самом деле Косарев погиб в 1939 году, но суть в том, что автор Татьяны Меренковой ничего не пишет о том, что же стало причиной смерти комсомольского лидера. А вот уже в книге 1988 года, который выходил Трущенко в годы перестройки, тут уже история с его репрессиями написана вполне себе так подробно. Но здесь в большей степени виновниками гибели Косарева выставляется даже не Сталин, а Берия, который имел к нему личную неприязнь, и выставляется вот это вот, как называют его, патентованное филист Камешакова. То есть, в общем-то, Косарев здесь стал жертвой интриг, и, соответственно, вождь страны, поддавшись, так сказать, мнению, влиянию, решился от него избавиться. Вот так здесь, собственно, Трущенко подходит к этой теме. Тем не менее, да, Косарев у нас входит в число людей, которые были репрессированы и реабилитированы. Ну и далее, соответственно, мы еще сегодня коснемся такой темы Косарева и спорта. Во-первых, вот такой интересный момент. 6 июля 1936 года случилось уникальное событие. Состоялся футбольный матч прямо на Красной площади. Газон этот специально был изготовлен работниками, застелен он в размер футбольного поля на Красной площади, поставлены ворота, и стоялся футбольный матч. Сообщается, что проходил он в один тайм, примерно 43 минуты, как сообщается. И тут, соответственно, в нем принимали участие футболисты футбольной команды «Спартак», которые, разделившись на две команды, провели футбольный матч, на котором присутствовал Косарев, на нем присутствовал и сам Сталин, ну и по воспоминаниям Сталину футбол понравился. Но вообще Косарев, чем он нам еще интересен, о чем мы расскажем, что он стоит у истоков создания добровольного спортивного общества «Спартак». Общество «Спартак» отличалось тем, что оно было самым массовым спортивным обществом в истории Советского Союза. Ну и, соответственно, началось оно с того, что появились кружки артерий промысловой кооперации, и, соответственно, первые эти кружки спортивные функционировали примерно с 1925 года. В 1934 году Косарев выступил с идеей объединить их в единое спортивное общество. Помог ему в этом энтузиаст, основатель общества «Спартак» Николай Петрович Старостин, который в 1935 году был секретарем Московского городского комитета партии. И вот, соответственно, «Спартаковцы» участвовали в спортивных праздниках. Ну и, соответственно, история про «Спартак», который считался народным спортивным обществом, народной командой, была связана с тем, что «Спартак» не был обществом ведомственным. То есть, скажем, «Динамо» представляла НКВД, «ЦДК» представляла Наркомат обороны, а «Локомотив» представлял на железной дороге профсоюз железнодорожников. Поэтому «Спартак» получил некое негласное призвание народной команды и очень большую популярность в советское время, да и в послесоветское тоже. Ну и есть также легенда, в соответствии с которой, когда Косрев и Николай Петрович Старостин гадали о том, как назвать спортивное общество, по легенде на столе лежала книга Рафаэла Джованьоли «Спартак» о руководителе восстания рабов в Древнем Риме. Ну и, соответственно, все это было весьма популярным на заре советской власти, тем более имя «Спартака» упоминалось в числе прогрессивных деятелей мировой истории. И, соответственно, у нас в городе Иваново как раз в 20-е годы назвали улицу «Спартака» в честь этого персонажа, то есть личность была достаточно популярная. И, соответственно, все это было очень, так сказать, идеологически выдержано и, соответственно, очень соответствовало духу времени. Отсюда название «Спартак». Ну и вот Николай Петрович Старостин придумал вот этот ромбик с красно-белой полоской, букву «С», и вот в таком виде, соответственно, вот такой ромбик с буквой «С», он, по-моему, является до сих пор символом хоккейной команды «Спартак», ну, а футбольной команды «Спартак», там, по-моему, просто добавлен футбольный мяч к такой эмблеме. То есть эта эмблема существует до сих пор. Ну и нужно сказать, что общество «Спартак», оно было достаточно популярным, в частности, его представителями были, соответственно, например, баскетболист-олимпийский чемпион Александр Белов, хоккеист-олимпийский чемпион Александр Якушев, шахматист-чемпион мира по шахтам и неоднократный победитель в составе шахтных олимпиад сборной СССР Тигран Петросян, который всю жизнь выступал в обществе «Спартак» и был горячим болельщиком футбольного и хоккейного «Спартака», ну, теннисистка, олимпийская чемпионка Елена Дементьева. Что бы хотел сказать в завершении нашего сегодняшнего рассказа. Вот знаете, когда мы сегодня говорили о комсомольцах, все время, когда я рассказывал о комсомольцах еще пять лет назад, я все время наценал цитату с фразы писателя Николая Алексеевича Островского о том, что жизнь дается один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было потом бесцельно больно за напрасно прожитые годы. Ну и, соответственно, вот смысл того, что делал Косрев, то есть относительно его деятельности. Косрев стал жертвой репрессий. Как он сам на это все реагировал, сказать сложно. Но в любом случае говорить, что его деятельность была напрасной, не приходится. Дело в том, что Косрев вступил в комсомол, по сути, в годы революции и гражданской войны. И тогда комсомольцы тех лет, они, соответственно, участвовали в защите Советской Республики от интервентов в период 1818 и 1622 год. И то поколение, которое, соответственно, вырастил Косрев, которое выросло в советском комсомоле 30-х годов, впоследствии также героически сражалось с интервентами уже в 40-е годы XX века.